Развитие предпринимательства в городе и ключевые показатели социально-экономического развития областного центра стали темой встречи Акима города с представителями малого и среднего бизнеса. О мерах государственной поддержки и новых проектов информировал Мараджин Дубаев. После участники встречи могли задать интересующие вопросы, обозначить проблемы и получить консультации. Костанай занимает лидирующие позиции по основным показателям развития области. Поддержке малого и среднего бизнеса уделяют особое внимание. Важной мерой в росте объемов производства в обрабатывающей промышленности является систематическая работа по привлечению инвестиций и реализации инвестпроектов, докладывает Аким города. За период реализации государственной программы индустриально-инновационного развития в рамках карты поддержки предпринимательства в городе введен в эксплуатацию 31 проект. Общим объемом инвестиций порядка 79 миллиардов тенге создано более 2000 рабочих мест. В целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и развития в регионе приоритетных отраслей промышленностей, таких как машиностроение, пищевая и легкая промышленность, производство строительных материалов, конструкций, сельхозяйственного оборудования функционирует индустриальная зона. Одним из преимуществ индустриальной зоны является прилегающая развитая сеть автомобильных и ежедорожных путей с выходом на российский рынок. Сегодня некоторые предприниматели, пользуясь мерами государственной поддержки, оформляют земельные участки для реализации бизнес-проектов и годами не осваивают их, оставляя полуразрушенные строения. Также имеются нарушения архитектурного стиля зданий, где на протяжении нескольких лет не проводился ремонт фасадов. Аким города поручил принять меры. Поэтому просьба такая, привести порядок. Второй момент наступит, если мы вовремя не будем это все делать, тогда, вот как я говорил, есть поручение полиции, архитектуре, нашим службам, нужно будет тогда уведомлять, соответственно, в соответствии с законом приводить порядок. Если этот механизм не будет срабатывать, уже тогда будем включать все, что есть в законном порядке, в любом случае, мириться с этим никто не будет. И нужно понимать, здесь никаких угроз нет, и поэтому и приглашал все мелкие магазины, средние. Здесь есть большая просьба. И просьба не личного характера, а общего. Глава областного центра напомнил также и о мероприятиях, проводимых по благоустройству города. Это обновление внутриквартальных территорий, озеленение и ремонт автомобильных дорог. Марат Жандубаев призвал не оставаться в стороне предпринимателей и проявить активное участие коллективов в мероприятиях по санитарной очистке города. Представителям бизнеса, малого, среднего бизнеса, привести свои порядок фасады здания, входные группы, вывески, подсветки дочные, цоколя здания, провести очистку своей и прилегающей территории. Крупный бизнес у нас располагает техническими средствами, самостоятельно, соответственно, может вывести мусор. Малого бизнеса, магазины маленькие, я вам сразу говорю, можно будет, когда в массовом субботнике, пожалуйста, мусор собирайте, в мешкатары, там, какие-то коробки, я не знаю, чтобы не разлетался по городу. В течение дня, если не успеем, в течение двух дней мы обязательно заберем, подрядчик заберет. Задать вопросы и обозначить проблемы на встрече могли как предприниматели, так и представители общественных объединений ИОСИ. Здесь же участники встречи получили консультации юристов и рекомендации представителей различных ведомств. Все вопросы взяты на особый контроль.